День Абая Это день, вошедший в праздничный календарь Республики Казахстан. Постановление правительства Республики Казахстан 10 августа назначено Днем Абая. Этот праздник был учрежден в преддверии 175-летнего юбилея Абая Кномбаева, который отметили в 2020 году. В этом году Абая исполняется 177 лет. В связи с этим наша съемочная группа отправилась на те места, куда ступала нога Абая. Подробнее в видеоматериале. Сейчас мы стоим на улице Менгльгель. Во времена Абая это считалось центром города. Здесь велись все городские дела. Сейчас мы стоим перед библиотекой, которая раньше была городской – библиотека Гоголя. Абай являлся постоянным читателем этой библиотеки. Американский журналист, путешественник Джон Кеннон оценил библиотеку как самую богатую среди сибирских городов. Абая Кномбаева – великий поэт, мыслитель, политический деятель и человек, который оставил большой след в истории страны. Он не только способствовал развитию литературы, но и способствовал укреплению культурных связей между Казахстаном и Россией и другими европейскими странами. Он восполнял свои знания не только в стенах городской библиотеки. Также он много читал в библиотеке однобашенной мечети в татарском краю. Креперевенная мечеть стоит со времен Абая. Особенность ее в том, что здесь есть множество книг, не только духовных, а научных. Большинство из трудов, дошедших до наших дней, были написаны на арабском языке. Ищи человечность – читай Абая. Хочешь научиться жить – обращайся к Абаю. Ищешь образование и науку – ищи Абая. Если хочешь стать передовым человеком своего времени. Богатое наследие Абая послужит формированию нового качества казахской нации. Размышления в его произведениях воспитывают у каждого человека чувство патриотизма к своему народу, стране и земле. Поэтому впитывание в сознание подрастающего поколения трудов Абая – один из важнейших шагов к модернизации нации. День Абая – еще один добрый шаг к процветанию страны и цивилизации. Султан Жаламан, Вдалет, Казинов, Санкар Таламхан, информационная программа «Шарайна», ТВК-6. В воинской части семейского гарнизона в соответствии с планом боевой готовности летнего периода обучения начато учение по водной подготовке десантных подразделений. Главная цель учений – следить за уровнем боевой готовности десантных подразделений в части и повышать квалификацию военных разведчиков. В тактических учениях разведывательный отряд выполнял приемы транспортировки оружия на противоположные береги РТШ и укрытия в воде. Приехавшие купаться в реке горожане были удивлены, глядя издалека на трюки разведчиков, прыгающих с лодки в воду. Отработав действия против внезапно возникшей преступной группы, личный состав также остановился на первой медицинской помощи, оказываемой людям, попавшим в воду. По словам командира части, отработка тактических действий для повышения мастерства военнослужащих и в дальнейшем будет проводиться постоянно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...